Железнодорожные переезды продолжают оставаться в России зоной дорожно-транспортных происшествий. Только на территории Горьковской железной дороги в этом году зарегистрирован 21 случай ДТП с участием автомобилей и поездов. 18 человек пострадало, пятеро погибли. И по сравнению с данными 2011 года, печальная статистика выросла на треть. Все эти случаи произошли по вине автомобилистов. Но для железной дороги это не является оправданием или не является каким-то свягчающим обстоятельством. В этом случае погибли люди. Для профилактики происшествий в зоне пересечения автодорог и железнодорожных путей работниками Горьковской магистрали постоянно ведется разъяснительная работа. Совместно с сотрудниками госавтоинспекции на переездах во всех регионах дороги водителям раздаются специальные памятки и календари с правилами пересечения железнодорожных путей. Наша очередная задача достучаться до водителей, что поезд не может остановиться быстро. Тормозной путь у поезда в среднем составляет один километр и водителю проще остановиться. В Нижегородском регионе магистрали памятки раздавали учащиеся железнодорожного техникума. Сами будущие машинисты локомотива, а значит и потенциальные участники ДТП в зоне переездов. Для меня эта проблема будет актуальна, так что думаю, сегодняшняя акция, которую мы провели, водители более успокоятся, будут знать, с чем они столкнутся. И для меня это тоже хороший опыт будущей профессии. На Горьковской железной дороге сегодня около 900 переездов, но в силу причин экономического характера лишь 140 оснащены механическими устройствами заграждения. Каждый год число охраняемых подобным образом переездов растет, но пока железнодорожникам приходится раздавать листовки, взывая к сознательности водителей.